Девушки отдыхают То есть берете одну порцию чего-нибудь вкусного и вторая порция вам идет в подарок Вообще экономить это мое, конечно, основное здесь призвание Я задалась сегодня вопросом, а куда можно сдать старые вещи, чтобы при этом сэкономить? И вот мой блок на эту тему Я регулярно сдаю вещи в переработку Особенно это приятно делать, если за это ты получаешь какие-нибудь ништяки от магазина По друзьям я собрала два пакета старой одежды, пару сношенных туфель и сумочку с псевдокожи Вот так обычно из торговых центров все выходят с пакетами, а я в ТЦ тащусь с пакетами Первым сдаем обувь Единственный, кто принимает старые кроссовки, сапоги, сандали, это магазин в рандеву В дальнейшем ваши туфли превратятся, например, в покрытие для стадионов Один человек может за раз сдать не больше двух пар обуви Обязательно помойте и сложите в пакет Это единственное требование Сдаете на кассе, за каждую пару получаете вот такой купон Это 500 рублей скидки на товар из новой коллекции Или дополнительная 5% скидка на обувь, которая уже на распродаже Одежду сдаем в переработку и в H&M Там все еще проще Один человек может сдать два пакета вещей Размер пакета в значении не имеет Как и вещи, сдавать можно хоть скатерти, хоть старые шторы Все переработают на заводе в Германии Ваши блузки и брюки превратятся в новые футболки и шорты Большой контейнер для этого стоит у кассы Продавец взамен выдаст вам купон с 15% скидкой Он действует на вещи, которые идут не по распродаже Лично я не сдержалась Из всех вещей не удела осталась только сумка из кожзама Такие вещи на переработку у нас никто не принимает Придется просто выбросить Ну а я продолжаю свой разговор о том, куда сдавать вещи в переработку Где-то мы можем получить такие вот скидки Но зачастую у нас с этим бывают проблемы даже, куда сдать в переработку Мы же привыкли вечно Скинем на помойку и хватит А вот сегодня мы об этом поговорим с Сергеем Вадимовичем Кимом Исполнителем директора Красноярской рециклинговой компании Добрый вечер Добрый вечер Меня зовут Игорь Вадимович А с Сергеем Кимом мы просто однофамильцы, не родственники даже Точно, я прям это Слушайте, я столько с вами общалась и впервые так лопухнулась Молодец, я могу Все-таки возвращаясь к нашей прекрасной теме по тому, куда сдавать Уже год, как у нас прошла реформа Красноярцы привыкли, куда сдавать им, допустим, крупногабаритная мебель Вот захотим мы диван, не дай бог, выбросить наш огромный желтый Куда нам его нести? Могу сказать, что по текущему законодательству, по действующим нормативным актам Вот ваш желтый диван, если захотите от него избавиться Это будет как крупногабаритные отходы, которые являются частью твердых коммунальных отходов То есть, соответственно, если вы этот диван вынесете на контейнерную площадку Соответственно, мы как региональный оператор, мы должны будем этот диван забрать И, соответственно, увезти на полигон для захоронения Ну вот у меня, допустим, дома нет контейнерной площадки У меня мусоропровод, все вывозится Вот здесь вот ставится там три дня в неделю Ну, соответственно, если у многоквартирного дома есть мусорокамеры, соответственно Ну, это вот пример, я живу в таком же доме, где есть мусорокамеры И люди выносят и выставляют там старую мебель, старую бытовую технику Сантехнику тоже старую, это тоже, кстати, относится к крупногабаритным отходам, к твердым коммунальным отходам Соответственно, мы как региональный оператор, также это наша обязанность Забрать это все и, соответственно, также увезти на специализированный полигон для захоронения А если у меня дома строительного мусора, там 40 мешков Я его могу самостоятельно куда-нибудь вывезти? Или мне тоже его выставлять на площадку? Вообще, строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам Поэтому надо четко понимать, это один из самых часто задаваемых вопросов в течение периода вот этого года Потому что, ну, многие граждане решили о том, что, ну, раз это мусор, значит, это все твердые коммунальные отходы нет А строительные отходы, например, там, обломки кирпича, бой бетона, например, кто-то делает дома, перепланировку Снес полстены, разложил мешки и решил, что это твердые коммунальные отходы нет Эти отходы, тот, кто делает ремонт, должен принять меры к вывозу строительных отходов самостоятельно Есть также специализированные организации, потому что это вывозится отдельно техникой Соответственно, конечно же, на полигон это все должно вывозиться Также один из самых часто задаваемых вопросов, это, к примеру, про шины Что делать с старыми шинами? Могу сказать о том, что по состоянию на сегодняшний день захоронение шин, в принципе, запрещено Их необходимо сдавать также на специализированные организации, которые необходимы Ну, информацию о них можно найти в сети интернет Поэтому надо четко разделять коммунальные отходы, крупногабаритные отходы и строительный мусор То есть, соответственно, порядок перевозки и порядок действий с ним немножко разный Слушайте, а если я просто дома содрала обои, переклеила обои, обои считаются строительным мусором? Обои, к примеру, линолеум вы поменяли Это относится к текущему ремонту Это, соответственно, по классификатору является твердым коммунальным отходом Соответственно, это наша забота Вопрос капитального ремонта Это уже строительный мусор, который должен перевозиться И организована перевозка, соответственно, тем человеком, который делает у себя ремонт И должен позаботиться о том, если это человек здравый, человек заботится об экологии Что этот мусор, он сдаст специализированную организацию, которая перевезет конкретно на полигон А не в ближайший лесок или овраг, где будет свалка, которую потом придется ликвидировать Слушайте, вот уже год, как у нас мы живем по новым правилам обращения с мусором На ваш взгляд, все-таки, горожане привыкли к новому обращению или все так же идет? Знаете, ну, есть разные тенденции Вот, к примеру, с лета мы стали устанавливать сетки для сбора пластика На текущий момент мы установили по левобережной зоне в городе Красноярске Ну, порядка 260 сеток Мы их устанавливаем и в парках, в скверах, в общественных местах По заявкам управляющей компании ТикТок нам обращается Мы устанавливаем сетки под пластик За этот период мы перевезли, вот, с лета до конца года порядка 25 тонн пластика Ну, то есть, с учетом того, что пластик легкий, да, это надо было набрать Могу сказать, конечно же, эта цифра небольшая, но это только начало Конечно, необходимо еще время, чтобы люди осознали Потому что по привычке многие все складируют в один мешок и бросают все вместе Потому что до сетки же это еще надо дойти, она же там, да, где-то стоит немножко Ну, и не у всех она есть, у меня такого нет, допустим Где-то в отдалении, но, тем не менее, у управляющей компании В любом случае, есть возможность это организовать Если управляющая компания заинтересована в организации этой работы То она заинтересована Мы к этому все равно придем Могу сказать, что в этом направлении мы также активно работаем Мы проводим, в том числе, эко-уроки, так называемые, в учебных заведениях По-моему, на одном из таких уроков Могу сказать о том, что детям всегда интересно Они с удивлением узнают, что из пластика можно сделать То есть вы к родителям зашли через детей? По-хитрому У Леши вот вопрос У меня вполне устраивает, как вывозят мусор у нас Но мне интересно, собираетесь ли вы делать что-то с площадками Как-то их оформлять по-человечески, чтобы это все было красиво А не вот так, как сейчас это все Отвечаю на вопрос Закон четко распределил обязанности в мусорной реформе Обустройство, организация обустройства содержания контейнерных площадок На текущий момент В зависимости от принадлежности земельного участка Это обязанность либо управляющей компании Если на земельном участке управляющая компания находится Либо органов местного самоуправления Соответственно, они должны вот эту работу вести Мы в любом случае содействуем Вы, наверное, слышали про то, что мы в начале года В учебные заведения школы, детсады Левобережной зоны города Красноярска передали порядка 100 контейнеров на безвозмездной основе Бюджетное учреждение Лето мы установили в Академгородке на контейнерных площадках пластиковые баки Заменки ржавых, которые там стояли Также мы установили эти баки безвозмездно В декабре мы установили баки в населенных пунктах 66 баков и 7 мульти в населенных пунктах Емельянского района То есть мы готовы в своей части участвовать У себя мы должны за свой счет ставить Да, у себя за свой счет А за все остальное несет ответственность управляющая компания Леша мог это и у меня спросить Я это знаю У нас был Игорь Вадимович Ким Исполнитель и директор Красноярской рециклинговой компании Игорь Вадимович Ким